Итоги года губернатор подводит со слов благодарности. Говорит спасибо журналистам за ежедневное грамотное освещение происходящего и за невероятное мужество. Отдельное спасибо Игорь Кобзев выражает нашей телекомпании за организацию телемарафона. Спасибо, доктор. Благодарственные письма губернатора Иркутской области вручаются главному редактору телекомпании «Аист» Наталье Александровне Ветровой. Теперь к итогам 2020-го. Год назад в декабре президент Владимир Путин прислал Кобзева в Иркутскую область и поставил перед ним несколько задач. Самая основная – восстановление жизни в пострадавших районах. Решаем вопросы, достраиваем, привлекаем военно-строительную кампанию и самое главное, что мы увеличили суммы выплат авансирования до 90%. Пристальное внимание в этом году уделено здравоохранению. Пандемия выявила все слабые стороны. При поддержке федеральных властей правительство преодолело дефицит больничных коек и оборудование и получит более 10 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена. Ее начнут в следующем году. Важно, что несмотря на сложный год удалось выполнить все социальные обязательства перед населением. В бюджете 2021-го социальная направленность сохраняется. Необходимо поддержать и муниципалитеты, чьи доходы упали. Те финансовые компенсации за строительство Ледового дворца нам в размере 1 миллиарда 57 миллионов компенсировали наши расходы. Они будут направлены на сферу муниципальных образований, на их дотацию. Так в рамках уже своей компетенции они будут рассматривать вот эти точки, где нужно дополнительное финансирование. Ну и с учетом зимнего периода, сегодня сложного, непростого, мы все это направили в министерство ЖКХ, где они с муниципалитетами и с объектами напрямую. Вопросы по видеосвязи губернатору задавали журналисты из Ангарска, Братска, Шелихова, Мамско-Чуйского района. Ветхое аварийное жилье, строительство, экология – все самые актуальные темы обсудили. Также Игорь Кобзев пояснил, что 31 декабря будет выходным для всех в Иркутской области, а 26 декабря – рабочим. Но это на усмотрение работодателя.